Рождение Венеры Рождение Венеры как внедрит стандарты лечения грыжи спинного мозга Газета «Коммерсант» номер 83 от 17 мая 2019 года Строение 6 накануне майских праздников Дочка Любови Балдаковой, которой провели внутриутробную операцию Читатели Росфонда в феврале собрали деньги на перелет бразильских врачей Родилась в перинатальном центре имени Кулакова У детей с ее диагнозом Спинобефира Грыжа спинного мозга Ноги обычно парализованы А голова огромная от давления внутри черепной жидкости Эта же новорожденная девочка чувствует свои ноги Может двигать пальцами И голова у нее обычного размера Операцию, проведенную на 25 неделе беременности внутриутробно Можно считать успешной Но это не значит, что у ребенка не будет никаких осложнений Девочка, которую назвали Венерой Нуждается в комплексном ведении Обследованиях и консультациях целой команды специалистов Сложившейся системы ведения таких детей в российском здравоохранении нет Оперировавший девочку нейрохирург Дмитрий Зиненко рассказал Росфонду Как такую систему создать? Прежде всего, говорит нейрохирург Зиненко Необходимо просвещение Родители и врачи по всей стране в большинстве случаев не знают, что делать Когда на 20 неделе беременности плоду диагностирована грыжа спинного мозга Про внутриутробные операции мало кто слышал А как вести ребенка после рождения, мало кто представляет От этого врачи часто советуют, а женщины часто соглашаются прерывать беременность тогда Когда необходимости в этом нет Когда гибели плода, инвалидизации ребенка и тяжелые психологические травмы для женщины Можно было бы избежать К послеродовому ведению ребенка система отечественного здравоохранения вообще не приспособлена Дело в том, что осложнения грыжи спинного мозга комплексные Может скапливаться жидкость в голове или фиксироваться спиной мозг И это дело нейрохирургов Могут не работать мочевой пузырь почки Это дело урологов и нефрологов Могут деформироваться голеностопные суставы Тут нужны ортопеды Еще нужны реабилитологи, эрготерапевты, психологи Эти специалисты должны работать одновременно А где-то в их работу должен вклиниться еще и педиатр с такими рутинными мероприятиями Как, например, прививки Устройство наших клиник, говорит Дмитрий Зиненко Под совместную работу разных специалистов не заточено Я должен прооперировать ребенку фиксацию спинного мозга Выписать и тут же положить в урологическое отделение Чтобы ему полечили мочевой пузырь В наших клиниках не бывает нейроневро-уроорта реабилитационно-психологических отделений Хотя нужны именно они Нужен центр Спинобефира Где ребенком занимались бы комплексно Комплексным ведением детей с грыжей спинного мозга в России занимаются только в двух местах В клиническом госпитале Лапину Где профессор Марк Курцир прооперировал внутриутробно 12 детей И не оставляет своих пациентов после рождения И в клинике GMS Где под руководством профессора Натальи Беловой консилиум врачей составляет пациентам дорожную карту То есть дает рекомендации, к каким специалистам и в какой последовательности обращаться В Лапина детей ведут за счет самой клиники В GMS Деньги собирают читатели Росфонда В обоих случаях речь идет о десятках пациентов в год Но, по словам Зиненко Пациентов таких тысячи Нужно, говорит Зиненко Создать центр Спинобефира В государственной клинике За 2-3 года разработать протоколы и стандарты ведения детей с грыжей спинного мозга После чего распространить методику по разным регионам России Добиться того, чтобы государство платило за нее Государство, уверен Дмитрий Зиненко Не платит за ведения детей с грыжей спинного мозга Не потому, что там работают звери какие-то А потому, что никто не прислал страховым компаниям бумаги Где было бы четко расписано За что именно платить Нужно 2-3 года просуществовать на благотворительные пожертвования Прописать стандарты Потом дело перейдет на государственные рельсы И благотворительность больше не понадобится Доктор Зиненко предложил Русфонду трехлетний план В результате которого помощь получит десятки ДТ И будет отработан стандарт ведения пациентов Со спинного фида Мы готовы этот план поддержать Валерий Панюшкин Главный редактор Русфонда Русфонда